МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Атикат Магомедова. И вот что у нас сегодня в выпуске. Показатели индекса промышленного производства в Дагестане лучшие в России. Молодежь за воспитание чистых нравов, духовно-нравственное мероприятие прошло в Хасавюрте. В Махачкале проходят спортивные мероприятия к 160-летию столицы. В Дагестане с начала года вырос индекс промышленного производства. Об этом заявили сегодня в Министерстве промышленности Республики, подводя итоги первого полугодия. Объемы производства оборонного заказа увеличилось в 2 раза и составили почти 5 миллионов рублей. Это самые высокие показатели по всей России. На заседании были рассмотрены основные результаты деятельности ведомства и определены задачи, стоящие перед ним. Подробнее в следующем сюжете. Этот результат достигнут титаническим трудом тех, кто работает в промышленном секторе Дагестана. Основной вклад в Росиндексы внесли обрабатывающие производства, у которых показатель вырос на 130%. Ведомство проводит активную работу по совершенствованию этой отрасли. Вместе с тем, по словам министра промышленности Дагестана Юсупа Умалова, необходимо реализовать еще множество задач, в том числе увеличить производительность труда и объемы производства. Индекс промышленности у нас составил около 40%, за 7 месяцев 144% и 72% и за 8 месяцев тоже у нас есть 135% и 20% индекс промышленности. То есть темпы, конечно, возникательные, лучшие показатели в России. Высокие темпы роста индекса в основном обеспечивают предприятия машиностроительного комплекса. Наиболее высокие показатели наблюдаются на заводах «Дагдизель» и заводе имени Гаджиева. Кроме того, на предприятиях машиностроения создано сотни новых рабочих мест, средняя заработная оплата которых составляет более 20 тысяч рублей. За последние 4 года обеспечивала Республика Дагестан рост промышленного производства в более чем 2,2 раза, что значительно превышает среднероссийские и региональные показатели. Значит, это 98,9% было по России, до 16,7% по СКФО. Исуп Умавов отметил, что продолжать работу по увеличению объемов государственного заказа нужно на федеральном уровне. В Дагестане для тушения природных пожаров задействовали авиацию МЧС России. Сегодня аэромобильная группировка вылетела на Бештинский участок и в Рутульский район. По словам огнеборцев, угрозы населенным пунктам нет. Огонь держится на горных склонах, в отдаленных и труднодоступных местах. Сотрудники Комитета по лесному хозяйству и местное население оказывают помощь пожарникам. По словам специалистов, в последнее время на территории нашей республики участились случаи природных возгораний. Всего для тушения пожаров привлечены силы и средства РЧС Дагестана в количестве 393 человека и 37 единиц техники. Из них от МЧС России 85 человек и 13 единиц техники. Спортсменам Дагестана прочитали проповеди. Отдел просвещения Муфтиата Дагестана по Хасавиртовскому району провел в Хасавирте совместно с спортивным клубом «Изана» духовно-нравственное мероприятие с патриотическим названием «Молодежь за воспитание чистых нравов». Как прошло мероприятие, расскажет Хамзат Нурмагомедов. Чтобы стать настоящим чемпионом, человеку прежде всего необходимо обладать благородными качествами, отмечают великие тренеры. Понимая важность воспитания молодого поколения в духе общечеловеческих ценностей, спортклуб «Изана» пригласил представителей духовенства на встречу со спортсменами. Мы, будучи спортсменами, тренерами, можем что-то показать ребятам, прием или чего-нибудь, и что-то подсказать в плане воспитания. Но мы не можем развить их духовную часть, потому что наша специальность не такая. У каждого своя специальность, каждому священник дал свое, и мы стараемся выполнить свое, а они свое очень хорошо выполняют, и мы очень благодарны им. Мероприятие началось с чтения священных строк Корана. Почетные гости, среди которых были имамы и проповедники из разных районов Дагестана, выступили с назидательной речью. Они затронули такие темы, как безделие и леность, грубость и алчность. Призвали быть бдительными и не поддаваться заблуждениям, основой которых является невежество. Религия ислам обязывает каждого человека, верующего, устранить от себя джахлю невежества. И первое откровение в Коране, первый приказ нашего Господа, священного Аллаха, было «Икура читай». И исходя из этого, мы должны знать, что наша умма, наша община, наша умма должна быть читающим. Наша вера, она основана на нравственности. В ходе встречи у спортсменов была возможность задать интересующие их вопросы. Представители муфтята поблагодарили клуб ИЗАНО за проводимую работу по оздоровлению общества. В конце встречи прошло награждение спортсменов, которые отличились большими успехами в спорте. Хамза Нурмагамидов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Хасаверт. Ну а далее краткий обзор событий от Абдуллы Алиева. Скопление мусора вблизи территории аэропорта «Уйтаж» подрывает безопасность полетов и создаёт реальную угрозу для авиапассажиров. В 6500 метрах от контрольной точки аэродрома находится мусорная свалка, а в 8300 метрах размещен полигон бытовых отходов. Колонии птиц, поселившихся здесь, сопровождают взлет и посадку самолетов. Экипажи и пассажиры становятся заложниками птиц. Прокуратура Дагестана обратилась в Верховный суд Республики, чтобы добиться решения проблемы. Дагестан – один из регионов-лидеров по эффективности работы МФЦ. Республика Дагестан заняла второе место в официальном рейтинге эффективности деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за второй квартал 2017 года среди более 400 участников из 70 регионов страны, сообщил глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Орешкин. В ходе проходящего в Светлогорске Всероссийского форума МФЦ. Фестиваль «Каспийская рыба» в Махачкале дал старт возрождению гребного спорта в Дагестане. В рамках Республиканского рыбного фестиваля «Каспийская рыба», прошедшего на озере Акгель в Махачкале, спортивный клуб «Наследник» и Ассоциация любителей гребного спорта Дагестана представили металл для развития в Республике гребного спорта. Фестиваль гребли планируется провести 28 сентября во Всемирный день моря. Житель Сульманстальского района получил 6,5 лет из правительной колонии общего режима за участие в незаконном вооруженном формировании. Осужденный вошел в состав банформирования в 2014 году. Он предоставил свое жилье четырем боевикам, где они проживали скрытно от властей. Кроме того, мужчина возил их по территории района, приобретал для них продукты питания. Чемпионат Дагестана по настольному теннису стартовал в спортивном зале Дагестанского государственного аграрного университета. Соревнования посвящены 160-летию Махачкалы. Участие в чемпионате приняли порядка 150 теннисистов из городов и районов республики. Со словами приветствия к участникам чемпионата на церемонии открытия обратился председатель комитета по образованию, науке и культуре Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов. Хочу сказать, что настольный теннис – это очень прекрасная игра. 6 апреля мы здесь проводили Всемирный день настольного тенниса Республики Дагестан. Но, как нам говорит президент федерации, мы в мире заняли второе место по массовости. Более 30 тысяч человек участвовало на этом соревновании. А первый чемпион мира по настольному теннису из России среди ветеранов Хушид Нагибеков считает, что у настольного тенниса в Дагестане есть будущее. В Ставрополе встречались с командой Дагестана, и это все было как дружеское отношение, но я всегда сюда приезжаю радостью. У вас много людей, даже больше, чем у нас бывает, на пеннисе, на чемпионате Дагестана. И здесь все от малого до великого, все играют в теннис. Первое общекомандное место заняли махачкалинские спортсмены. Соревнования проходили с 15 по 17 сентября в столице республики, в спортивном зале Дагестанского государственного аграрного университета. Кубок достался сильнейшим. Накануне в махачкалинском стадионе «Труд» состоялся финальный матч Кубка Дагестана по футболу. Встречались две сильнейшие команды – училище Олимпийского резерва Дагестана из Каспийска и Магарамкенские Леки. Кто в итоге занял первое место, расскажет Гамзат Нурмагомедов. Этого дня две лучшие команды республики ждали с апреля месяца. Одолев на своем пути всех соперников – из Махачкалы, из Бирбаша, Хасавюрта и других городов, футбольные коллективы Ордагестана и Леки встретились между собой в решающем матче, чтобы выяснить, кто же является настоящим чемпионом в нынешнем году. Футболистам может быть только одно пожелание – как можно дольше обходиться без травмы и играть свой любимый вид спорта. Больше, наверное, хотелось бы обратиться к главам районов, если, конечно, они нас смотрят, главам городов, чтобы они обращали внимание на свои футбольные команды. С первых минут встречи инициативу на себя перехватила команда Орд, проведя ряд опасных моментов. Опытный Леки с достоинством принял на себя первый на текст соперника. Но не прошло и 10 минут, как Ору все же удалось отличиться и выйти вперед. До конца первого тайма Леки не реализовала ни одного голевого момента, но пропустила целых три мяча. Десятки болельщиков, приехавшие поддержать свою команду, напряженно наблюдали за игрой. Залеки приехали поболеть даже из Ростова. И хотя счет складывался не в их пользу, они верили в победу своей команды до последнего. Игра напряженная, но не хватает, атаки немного, прессинга не хватает. Обе команды показывают хороший футбол, стараются ухватить, так сказать, инициативу в свои руки и пытаются что-то создавать, атаковать, создавать моменты. Но я думаю, будем надеяться, что Леки одержит победу, так как команда уже несколько лет держится на высоте. Во втором тайме команда из Магарамкенского района сохранила свое преимущество и не теряя бдительности ни на минуту. Сумел забить еще три мяча в ворота соперника. Решающий матч особенно насыщен моментами. Чуть ли не каждая атака завершается голом. Очень много фолов и эмоций. Ни одна из команд не желает уступать сопернику. Обескураженные и сломленные игроки Леки бились до последней секунды. Им удалось отквитать до конца финального свистка всего два мяча. Матч завершился со счетом 6-2 в пользу команды War Дагестан. Удалось нам забить свои моменты. Практически все залетело в ворота соперника. Но счет не по игре. Тренер попросил команду соперника оставить без мяча, чтобы мы владели мячом, чтобы команда соперника больше двигалась без мяча. На этом фоне они устали, я считаю. И я же говорю, все свои моменты, которые у нас были, мы практически реализовали. Команда War впервые за свою небольшую футбольную историю завоевала Кубок Дагестана и взошла на пьедестал почета. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Телеканал ННТ, Махачкала. И к концу выпуска курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 62 копейки, евро 68 рублей 75 копейки. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова